МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль дело хабаровчанки, потерявши на СВО единственного сына. Боевые выплаты, полученные ею после гибели ребенка, мошенники обманом присвоили себе. Не жалея себя, наши бойцы куют общую победу. Но для мошенников нет ничего святого. Покушаются даже на боевые выплаты, которые жены, матери и дети получают после гибели героев. В конце 2023 года в правоохранительные органы Хабаровского края обратилась женщина, сын которой погиб в ходе специальной военной операции, с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Как установлено материалами следствия, женщине неоднократно поступали звонки от якобы оператора сотовой связи. В ходе телефонного разговора злоумышленники сообщали ей о том, что на ее банковские счета идет атака, и денежные средства необходимо перевести на безопасный счет. После чего злоумышленники продиктовали номера банковских счетов, на которые было необходимо перевести денежные средства. Женщина, поддавшись на уловки мошенников, сняла в банке денежные средства в сумме 10 миллионов рублей, после чего перевела указанные денежные средства на расчетные счета, указанные злоумышленниками. После чего злоумышленники перестали с ней выходить на связь. В целях защиты прав и законных интересов потерпевших, прокуратурой Краснофлотского района, в суд города Москвы подано исковое заявление, которое было удовлетворено. Денежные средства будут взысканы с виновных лиц. Как минимум, каждая третья схема – это телефонное мошенничество. Наш следующий герой, 85-летний Юрий Комаров, тоже пострадал от действий злоумышленников. Он поверил людям, которые представились сотрудниками банка, и перевел на незнакомый счет 300 тысяч рублей. И вот до сих пор я ночью просыпаюсь, и вот никак не могу понять, как я мог попасть в это дело. Мошенники действовали по стандартной схеме. Сообщили, что кто-то пытается снять деньги с вклада, и надо всю сумму перевести на безопасный счет. И вот таким доверительным тоном, ну как мы с вами беседуем, так и он со мной. А он до того влез, вот я до сих пор не могу понять, как он до такой степени как бы аргументированно, что ли, все это подвел, что я поверил ему. И что меня удивляет, что я как этот собачонок, собачонок на привези, ходил туда, куда он скажет. И все это делал, выполнял его все коменды. Мне позвонились прокуратуры, и объяснили, что нужно написать заявление по этому случаю. Мы это сделали, и через некоторое время прокуратура через суд нашла мошенника, на имя которого перевели деньги, им не вернули. Мошенники действуют через дроперов, подставных лиц, которые предоставляют свои банковские карты для нелегальных схем по выводу денег. Это может быть кто угодно, молодые люди, которые хотят немного подзаработать, или пенсионеры, не особо понимающие, зачем родственникам нужны данные их пластика. Дроперы несут ответственность за передачу своих реквизитов, своих банковских карт, фактически становясь соучастниками преступления. То есть, передав данные своей банковской карты, ты облегчаешь преступникам доступ к похищенным денежным средствам. При изучении уголовных дел о мошенничествах прокурорами обращается внимание на, прежде всего, неотложность проведенных следственных действий, наложение ареста на счета дроперов, установление непосредственно самих дроперов, установление их личности и места проживания. После чего органу дознания дается поручение на установление их местонахождения и доставление к следователю. Проводятся их допросы, устанавливаются обстоятельства передачи банковских карт, после чего решается вопрос о взыскании с дроперов денежных средств. Каждое здание Хабаровска хранит свои секреты. В этом существовала так называемая юридическая фирма, где мошенники под видом оказания правовых услуг на самом деле обманывали горожан. С 20 по 21 годы от их действий пострадало 94 человека. Общий причиненный ущерб – более 4 миллионов рублей. Дело тоже попало на контроль Краевой прокуратуры. Бывший сотрудник полиции, ветеран боевых действий Евгений Дружинин говорит, что привык доверять людям. А вот ходить по инстанциям и выбивать положенные по закону льготы не приучен. Потому и среагировал на предложение помощи от лжи юристов. Заключил договор, внес деньги и стал ждать. Оказывается, я имею право и на бесплатные лекарства, и на лечение, и на зубы, и какие-то денежные компенсации каждый год получаю. Короче, такие у меня золотые горы. Я думаю, вроде бы всю жизнь отработал в МВД, имея юридическое образование, я не вникал особо в федеральный закон. Я знаю то, что должно быть, ну что вот это можно и выбить. Ну, я, в общем, согласился на их услуги. Они мне предложили сразу же оплатить договора. Я думаю, ну, дешевле мне заплатить за договор, если они мне окажут эти услуги, я буду пользоваться ими уже до конца своих дней. В 2020 году житель города Перми совместно со своим братом на территории города Хабаровска создали организованную преступную группу для хищения денежных резств у граждан под видом оказания им правовой помощи. Жертвами мошенников стали в основном люди пенсионного возраста. В состав организованной группы входили как жители города Хабаровска, так и Перска окрая. Соучастники организовали работу колл-центров. Операторы в ходе телефонных разговоров приглашали граждан на бесплатную консультанцию. Граждане заключали с организацией договоры об оказании правовой помощи. При отсутствии денежных средств оформляли кредиты на предоставляемые услуги. Взятые на себя обязательства злоумышленники исполнять не собирались, правовое сопровождение не осуществляли. В день заключения договора потерпевшие под воздействием обмана подписывали акты выполненных работ. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении 10 участников организованной преступной группы. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Однако не всегда деньги не доходят до адресатов из-за чего-то злого умысла. Порой сама система выплат не до конца отлажена и дает сбои. Так, например, еще этой весной тем, кто уходил в зону проведения специальной военной операции от Хабаровского края, чтобы получить региональную выплату, требовалась местная прописка. Однако от Хабаровского края на СВО уходили и те, кто постоянной регистрации не имел. А значит, деньги получить они не могли. Таких военнослужащих оказалось около тысячи человек. Благодаря вмешательству краевой прокуратуры выплаты дошли до адресатов. Для поддержания благосостояния участников специальной военной операции и членов их семей в Хабаровском крае разработаны и реализуются 34 меры поддержки. Одной из таких мер является единовременная денежная выплата в связи с заключением контрактов о прохождении военной службы на территории Хабаровского края. Прокуратуре Хабаровского края, губернатору и органам военного управления было направлено информационное письмо с предложением о пересмотре указанных граждан и указанных заявлений для назначения выплат в проактивном режиме. В результате взаимодействия прокуратуры края с органами исполнительной власти, с органами военного управления военной прокуратуры нам удалось восстановить права указанных граждан и предоставить выплаты на общую сумму в размере 280 миллионов рублей. Прокуратура Хабаровского края и Фонд защитников Отечества заключили соглашение о взаимодействии, на основании которого в случае, если права военнослужащих и членов их семей нарушаются, указанная информация в оперативном порядке предоставляется в органы прокуратуры Хабаровского края. Указанная позволяет нам оперативно, быстро разрешать и восстанавливать права граждан. Прокурорами региона ежегодно выявляются десятки тысяч нарушений закона от хладнокровных убийств, мошенничества до бытовых вопросов, задержек зарплаты и отключения горячей воды. Все это ежедневная работа прокуратуры. Только в этом году восстановлены права более пяти тысяч граждан. Работа продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин